Раньше считала, что все-таки лидеры не рождаются. Но сегодня, работая с современной молодежью, уверена, что лидерами можно и становиться. Было бы желание. Сегодня Молодежный парламент – это уже немножко другая организация, где у нас есть пять комиссий, где мы работаем совершенно по разным направлениям. Люблю все города Беларуси. Но Мозырь – это моя малая родина, куда мне всегда хочется вернуться, потому что это частичка меня, это моя семья, это мой дом. В этот раз Мозырь встретил нас с плохой погодой. Однако капризы небесной канцелярии не стали преградой для встречи с героиней нашей передачи. Даже в такую погоду город на берегу Припяти может очаровать и создать атмосферу для вечерней прогулки. Мы сейчас находимся в моем самом любимом месте, потому что набережная реки Припять, она уникальна. Здесь в любую пару года можно прийти и насладиться красотами нашего города. Также вы, скорее всего, знаете, что наш мост – это уникальная достопримечательность, где тоже там можно присесть, понаблюдать за рекой. Птиц у нас много прилетает и зимой, и летом, поэтому замечательное место. Диана, мы сейчас направляемся в Центр творчества детей и молодежи, где ты работаешь, возглавляешь молодежный парламент. Расскажи в двух словах, что такое молодежный парламент, что это за площадка. Молодежный парламент – это общественно-коллегиальный орган, где молодежь слышит и слушает. То есть у нас в Центре представители разных возрастов, начиная с 14 и заканчивая на данный момент 23. На сегодняшний день мы стремимся к тому, чтобы у нас еще была и работающая молодежь. Мы реализовываем множество проектов. Например, хатштег «Я люблю Мозырь» – это одна из наших инициатив, которая была выдвинута в районный исполнительный комитет, в районный совет депутатов. И при поддержке спонсоров такой замечательный подарок на областные дожинки был сделан жителям нашего города. Молодежный парламент при Мозырьском районном совете депутатов существует уже 6 лет. На данный момент он объединяет 60 человек. Мозырь – первый город в нашей области, который поддержал данную инициативу. Расскажи, как так получилось? Действительно, Мозырь – первый город, который в области начал работать по молодежному парламенту. Мы ездили обмениваться опытом с Могилевым, потому что в Могилеве достаточно хороший молодежный парламент был на тот момент. И мы у них переняли некоторые опыты, начали это внедрять у себя. И с нас уже начали пример брать другие города нашей области. Я уже работаю в Мозырьском центре творчества детей и молодежи 3 года. В сентябре 2020 года мы переехали в новое здание, где сейчас у меня есть кабинет, где мы с детьми занимаемся, реализовываем все свои проекты, инициативы. Сегодня Молодежный парламент – это уже немножко другая организация, где у нас есть 5 комиссий, где мы работаем совершенно по разным направлениям. И вот эти условия, которые нам предоставило государство, где мы сейчас можем работать и развиваться, это что-то замечательное, что помогает детям развиваться и идти в ногу со временем. Мы принимаем участие в сессиях районного совета депутатов, где первые в городе узнаем о деятельности, которая осуществляется у нас в городе, потом эти вопросы все на своих заседаниях изучаем, вносим какие-то свои предложения. У нас на ближайшее будущее запланирован проект по скейт-площадке. Мы уже провели социальный опрос среди молодежи нашего города и выявили, что не хватает ее. И еще один социальный проект. Мы сейчас хотим познакомить нашу молодежь с интересными профессиями, которые для них сегодня востребованы. То есть они нам будут говорить профессию, мы будем находить человека, общаться с ним и потом это давать в репортаж об этом человеке и об этой профессии. Диана не только возглавляет молодежный парламент родного города, но также входит в состав молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь. Возглавляет одну из комиссий этого консультативно-совещательного органа. В регионе мы работаем более уже, то есть мы работаем только по своей направленности, по своим интересам, которые у нас или по проблемам, которые появляются в городе. Если мы смотрим республику, то республика охватывает все наши, так сказать, области, все наши регионы, города. И там мы уже немного работаем плотнее и серьезнее, потому что там задач стоит намного больше. Но очень хорошо, что у нас выстроена эта иерархия, потому что определенные цели и задачи спускаются на область, какие это делает область. Что-то мы делаем в регионе, и это все очень прослеживается, и вот такая структура выстроена, она сегодня очень хорошо работает. Мы встретились с Дианой накануне важнейшего общественно-политического события в жизни нашей страны, 6-го Всебелорусского народного собрания. Диана – делегат от Гомельской области, причем один из самых молодых. Диане всего 22. Скажи, а о чем тебе бы хотелось больше всего поговорить на этом форуме? Какие темы затронуть? Конечно, доступное образование, которым оно сейчас и является, чтобы оно продолжало развиваться в таком темпе, как сегодня оно есть и предоставляется каждому. Для молодежи на сегодняшний момент есть очень много. Просто есть молодежь, которая это берет, а есть молодежь, которая живет в неведании, что где это взять. Две такие категории. Конечно, хотелось бы больше грандовых проектов, где молодежь будет реализовывать свои инициативы, получать за это какую-то финансовую поддержку и реализовывать эти проекты у себя в городах или регионах. Лидерам нужно родиться или лидерские качества можно каким-то образом в процессе своей жизни развить? Знаете, раньше считала, что все-таки лидеры не рождаются. Но сегодня, работая с современной молодежью, уверена, что лидерами можно и становиться. Было бы желание, а все остальное у нас сегодня есть все возможности для того, чтобы стать лидером. И это на примере моих детей можно прекрасно проанализировать. Возможно, они родились уже лидерами, но просто не было той атмосферы, которая бы им помогала развиваться. А попадая в ту среду, они уже начинают проявлять свои лидерские качества и тем самым доказывают, что они и есть тот самый лидер. Но все-таки я, наверное, придерживаюсь тому, что лидерами становятся. Казалось бы, трудовые будни Дианы расписаны буквально по минутам. Однако, несмотря на чрезмерную занятость, находится время и для учебы. Я сегодня аспирант. Учиться мне нужно три года. У меня есть цель защитить свою аспирантскую диссертацию. В будущем я, может, буду практикующим преподавателем в университете. Есть и такие мысли. Диана, познакомившись с тобой поближе, у меня возникает один, наверное, из главных вопросов. Когда ты все успеваешь? Где ты находишь время на все свои проекты, инициативы? На самом деле, я всегда говорю, было бы желание. У меня вот эта целеустремленность к каким-то делам была с детства. То есть я всегда посещала школу, а после школы у меня был футбол, баскетбол, гонбол, волейбол. Я больше была в спорте. Но когда я поступила в университет, все поменялось. И университет меня научил еще больше распорядку дня, где можно не только спортивную и учебную деятельность, но еще и какую-то воспитательно-познавательную. Так как-то все и зародилось, и моя целеустремленность мне помогает на сегодняшний день все везде успевать и преуспевать. Своё будущее Диана связывает с Мозырем. Хотя и не исключает, что когда-нибудь сменит место жительства. Но в любом случае родной город всегда будет занимать в сердце особое место. Я люблю все города Беларуси. Но Мозырь – это моя малая родина, куда мне всегда хочется вернуться. Потому что это частичка меня, это моя семья, это мой дом. Поэтому даже если я куда-то уезжаю, то мне всегда хочется вернуться. Если в перспективах будет куда-то переехать, то у меня здесь родня, семья. И я думаю, что я буду сюда возвращаться очень часто. Диана Мишура – человек целеустремленный. Она всегда ставит перед собой новые вызовы. И чем сложнее, тем интереснее. Можно с уверенностью сказать, что её профессионализма, задора и отдачи хватит для воплощения в жизнь всех намеченных целей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова